Первая апрельская морозная ласточка влетела в Запорожскую область в Мелитополе. Вечером 18 апреля горожане публиковали в интернете фото выпавшего снега. Хотя арктический циклон, который зашел в Запорожскую область, синоптики прогнозировали задолго до этого. И сейчас предупреждают о грядущих катаклизмах. На пятницу, на 21 апреля, ожидается снова новый выход, нового активного циклона южного. И мы ожидаем снова сильные осадки. И по северу области, то есть у нас в Запорожье, могут быть в виде снега, а не только в виде дождя. Утром 19 апреля и запорожцы ощутили последствия циклона. Нулевая температура, ветер до 15 метров в секунду, снег, дождь и поваленные деревья. Улица рекордная. Здесь огромное дерево вырвало с корнем и перекрыло дорогу. Из-за этого автомобилисты вынуждены объезжать аварийный участок через дворы. Тем, кто, несмотря на погоду, выехал на запорожские дороги, можно сказать, крупно повезло. Не смогли отправиться в путь те, чьи машины припарковали упавшие деревья. Там, где одним ущерб, другим прибыль. Некоторые не теряют времени и заготавливают бесхозную древесину на дрова. На горах ветки свалились. Вот. Ну и вот это. Вон оно, видно, корень вырвало. Ну, поэтому решили попиляли. А коммунальщики были? Да, они вот там попиляли, вон только что приезжали. Коммунальщики вместе со спасателями бросили все силы на ликвидацию последствий непогоды. В первую очередь распиливают, убирают деревья, упавшие на дороге и преградившие движения. Ведутся работы и во дворах. Старые акации, изгнившие изнутри тополи, не выдержали нагрузки снега и ветра и рухнули под тяжестью собственного веса. Наши подразделения выезжали на случай падения зеленых насаждений деревьев на припаркованные автомобили. Также больше 20 раз мы оказывали помощь в организации проездов, обеспечении безопасного дорожного движения, либо прохода пешеходов по территории города Запорожья. Очищали проходы и проезды от поваленных деревьев. Активно ведется расчистка дорог от снега. Задействовали около 50 спецмашин. Сейчас коммунальным предприятием ИУАД организованы мобильные бригады по расчистке ливнеприемных канализаций. Идет уборка остановок и задействованы трактора для уборки пешеходных территорий. В нескольких районах города порыв ветра повредили линии электропередач и 13 тысяч домов остались без света. Сейчас подача электроэнергии практически везде восстановлена. Общественный транспорт работает согласно графикам. Улица Днепровское шоссе. Здесь упавший тополь порвал троллейбусные провода. В течение часа коммунальщики решили проблему. Движение было восстановлено. Больше всего от непогоды пострадал Хортицкий район. Там сильный ветер повалил полторы сотни деревьев. Шесть упали на машины. Еще одно разбило окно в квартире. Снегом напиталось. Ввалятся, я не знаю, как спички. В основном задела 15, 16, 17. Задела хорошо худыминка за Днепровскую. Там, где открытые места, там, где гуляют ветра. Распоряжением городского головы приостановлены занятия в школах. При этом возобновлена подача тепла в учебные и медицинские учреждения Запорожья. Максимально дать отопление на родильные дома, интернаты, хотя они и не нашего подчинения областного, будем так говорить. Детские сады, школы, больницы, родильные дома. Касаемо жилых домов, то в них потеплеет лишь при улучшении погоды. И давать тепло в многоэтажки не планируется. Сейчас все дома установлены, так называемые, заглушки. И все дома отсечены от системы. Установка этих заглушек занимает примерно неделю. Соответственно, снятие займет примерно 3-4 дня. Если мы начнем их отключать, то мы, в принципе, на потепление как раз и выйдем. Поэтому сейчас мы этого не отнимем. В гидромедцентре заявляют, потепление придет уже в конце недели. Но пока спасатели предупреждают запорожцев об опасности. Круглосуточно в усиленном режиме дежурят 125 бойцов ГСЧС. Постарайтесь без лишней надобности не выходить из дому. Двигаясь вдоль деревьев, электропроводов, будьте осторожны. Обходите места, где они могут упасть. То есть вероятность их падения высока. Вовремя сообщайте о случаях, если нужна помощь людям, в службу 101. По информации спасателей, самые сильные удары стихии на себя приняли областной центр Каменско-Днепровский и Вольнянские районы. Десятки населенных пунктов остались без света. Впрочем, ситуация под контролем и последствия непогоды устраняются.